Вот видите, Анапа, это все для курортика, то есть приехал, он понимает, что он везет до того, о чем мы говорили. Конфеты, Анапа, одноименный пряничный пароход. Предприниматели готовы подстраиваться под потребителя, а рынок города-курорта считают привлекательным. Предприятия переработки заинтересованы в заключении долгосрочных договоров. Сегодня предприятия готовы подстраиваться под потребителя непосредственно. И готовы сегодня выслушать предложения от санатора курортного комплекса, от предприятий торговли, что надо сделать, какую еще линейку обновить. Это ярмарка для профессионалов, сегмент бизнес для бизнеса. Порядка 60 предприятий со всего Краснодарского края представили около 1300 изделий, более трети ассортимента производимого в регионе. Глава города-курорта Юрий Поляков целенаправленно искал то, что может дополнить рацион отдыхающих уже в этом сезоне. Если идет штучный сегмент, вот такие порционные, где кормят порционно, то есть штучный вариант, растают в воде. Компании более 10 лет. После введения продуктовых санкций она резко нарастила производство сыров с белой и голубой плесенью. Грибочки и капусточка. Сейчас холод поднесет. У нас пельменьки будут, свинина и зелень, плюс еще будет креветочка. Пельмени по традиционным китайским рецептам. Их делают в станице Благовещенская. Предприятию нет и года. Рядом восточные сладости в оригинальной упаковке. Новое производство находится в джигинке. Мясные полуфабрикаты по домашнему рецепту. Натуральные котлеты из говядины стоят, как хорошая вырезка, однако такой вариант снижает затраты на мясной цех. Аналогично с овощами. Их стоимость в таком виде не более 50 рублей за килограмм. А порезанный и упакованный в вакуум лук значительно сократит объем слез. Удивительно, просто удивительно, что не возьми свекла. Пожалуйста. Не отходов ничего. Просто идеально. В станице Ленинградской пошли дальше. За считанные минуты из таких вот полуфабрикатов можно соорудить как минимум винегрет. Производители надеются, что в Анапе появится представитель, чтобы можно было оперативно координировать поставки в зависимости от потребностей. По данным Краевого Минсельхоза, в минувшем году кубанские производители продуктов питания вложили порядка 11 миллиардов рублей в техническое перевооружение. Их продукцию ждут, а такие ярмарки помогают налаживать связи, минуя лишних посредников. Вся продукция качественно соответствует всем, грубо говоря, мировым стандартам. Нужно ее просто заключать договора, брать и реализовывать. Но если мы говорим о том, что в курортный сезон в 2017 году 3 миллиона, а 800, ну грубо говоря, 4 миллиона отдыхающих. Вы послушайте, они же все, когда едут откуда-то, для них Кубань – это житница России. Кубань, житница России, они считают, что у нас лучшие продукты. На самом деле так и есть. Они хотят попробовать именно эти продукты, наши кубанские. Директор пансионата «Кристалл» Александр Дмитров осматривает выставку в сопровождении заместителя, который курирует питание отдыхающих. Мы непосредственно уже сразу берем телефоны, прайсы, и я думаю, может, завтра заключим договора, и все, чтобы летом уже работать напрямую со своим производителем. Здесь же Анатолий Федоров, генеральный директор санатория «Парус», пока он говорит о 4 или 5 соглашениях о намерениях, которые с большой вероятностью могут стать договорами о прямых поставках. Я думаю, выражу общее мнение участников ярмарки и огромное спасибо сказать губернатору Вениамину Ивановичу Кондратьеву, а также главе муниципального образования города-курорт Анапа Полякову Юрию Федоровичу за прекрасно организованную ярмарку. Это очень полезно. Я думаю, аналогичные выставки и ярмарки еще будут. По словам главы города, главная задача к следующей выставке – найти помещение большей площади, потому что участников может и должно быть не 60, а значительно больше. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.